Каждый советский школьник изучает на уроках русской литературы поэму революционного демократа XIX века Николая Алексеевича Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». В поэме «Семь мужиков» отправляются отыскивать того, кому живется весело, вольготно на Руси. Выясняется, что так живется лишь молодому Грише Добросклонову, борцу за революцию. Правда, лично ему судьба готовила чахотку и Сибирь. Но школьник, сначала недоумевающий, почему же так счастлив Гриша, вскоре смекает, что Гришина дело не пропало, из искры разгорелось пламя, и в итоге можно, наконец, четко ответить на вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» – номенклатуре. Советский школьник проявляет такую точную осведомленность, ибо скрыть этот факт от населения, СССР и любой другой соцстраны не удается. Пусть в Советском Союзе не сообщалось о подаренных Леониду Ильичу Брежневу в разных странах автомобилях, советские граждане и так видят черные зилы и чайки с выседающим в них номенклатурным начальством. Пусть ни словом не обмолвились советские средства информации о валютных магазинах или о спецсекции ГУМа, бегающие в поисках товаров, советские покупатели уже не раз наталкивались на мрачных вышибал. Настоятельно предлагающих им пройти от дверей таинственных торговых точек. И вообще слухом земля полнится так, что скрыть свое благоденствие номенклатура не может. Она в состоянии лишь замаскировать подлинные его масштабы и интересующие докучливых сограждан подробности, а также выдвинуть довольно противоречивое теоретическое обоснование этого благоденствия. Какое? Процитируем, в Советском Союзе пока еще сохраняется существенное различие в заработной плате отдельных категорий работников государственного аппарата. Более высока оплата труда руководителей, облеченных широкими полномочиями и в то же время несущих большую ответственность за порученное им дело и обладающих, как правило, высокими деловыми и политическими качествами. Удельный вес этой категории в общем количестве работников государственного аппарата ничтожен. Оценка ситуации в приведенной цитате вполне реалистична. Во-первых, различия в зарплате номенклатуры и обычных трудящихся существенные. Во-вторых, номенклатура облечена широкими полномочиями по отношению к трудящимся, то есть распоряжается ими по своему усмотрению. В-третьих, номенклатурщики отличаются от трудящихся своими высокими политическими качествами, по которым и подобраны. В-третьих, номенклатура – тонкий верхушечный слой, удельный вес которого в массе трудящихся ничтожен. Лишь одно не решились авторы ни в какой форме произнести, что все это относится не только к государственному, но прежде всего к партийному аппарату. Каково же теоретическое обоснование необходимости такой ситуации при социализме? В статье «Мера труда и мера потребления» газета правда лаконично констатирует, труд не стал еще первой жизненной потребностью всех советских людей. Все это определяет необходимость стимулирования труда. Логика требовала бы сказать, что необходимо материальное стимулирование не труда вообще, а труда только тех, для кого он не стал еще первой жизненной потребностью. Ведь для кого-то из советских людей, судя по словам правды, он стал ею. Для кого же? Очевидно, для наиболее сознательных строителей коммунизма, для авангарда, то есть для номенклатуры. Следовательно, как раз ее труд и не должен материально стимулироваться. Это не ехидный силогизм. Сформулированный нами вывод вполне соответствует идее Маркса и Ленина об оплате руководящих работников не выше заработка квалифицированного рабочего и введенному Лениным положению апарт-максимуме. Член партии не мог получать зарплату выше определенного, довольно умеренного уровня. Высокую же зарплату полагалось, по мысли Ленина, платить, да и то лишь известное время, буржуазным специалистам, которые по своей продажной натуре готовы были за большие деньги помогать строительству ненавистного им коммунизма. Почему же вдруг авангард рабочего класса, осуществляя сокровенную мечту трудящихся, строительство коммунистического общества требует за это не меньше, а значительно больше, чем продажные буржуазные спецы? Ответа правда не дает. А между тем, не только сталинский или брежневский периоды, но и горбачевская перестройка ознаменовалась резким повышением зарплаты номенклатурным работникам портапарата. И объяснили это именно тем, что иначе деквалифицированные и энергичные люди в аппарат не пойдут. И тут на помощь, запутавшейся в логическом противоречии партийной теоретической мысли, спешит изящная словесность. Она старается без лишних теоретизирований внушить рядовому советскому человеку, что начальственный труд, не читая его, хотя и нужной, но скромной работенке, да и вообще не гоже ему сравнивать себя с номенклатурным руководством. Про себя же номенклатура отлично сознает, что она идет против теории Маркса и заветов Ленина. Это для нее дополнительная причина старательно, как дурную болезнь, скрывать свою сладкую жизнь от народа. Накануне 27-го съезда КПСС, 1986-й год, расхрабрившиеся от призывов Горбачева говорить и писать правду, правда, поместило письмо коммунистам из Казани Николаева. Он писал, рассуждая о социальной справедливости, нельзя закрывать глаза на то, что партийные, советские, профсоюзные. Хозяйственные и даже комсомольские руководители подчас объективно углубляют социальное неравенство, пользуясь всякого рода спецбуфетами, спецмагазинами, спецбольницами и тому подобное. Руководитель имеет более высокую зарплату в деньгах. Но в остальном привилегий быть не должно. Пусть начальник пойдет вместе со всеми в обыкновенный магазин и на общих основаниях постоит в очереди, может быть, тогда и всем надоевшие очереди скорее ликвидируют. Только вряд ли сами пользователи особых благ откажутся от своих привилегий. А рабочий из Тульской области поднялся до обобщения, все еще колышется малоподвижный, инертный и вязкий партийно-административный слой, которому не очень-то хочется радикальных перемен. Иные только партбилеты носят, а коммунистами уже давно перестали быть. От партий они ждут лишь привилегий. Эти бесхитростные слова встревожили номенклатурщиков. Второй секретарь ЦК КПСС Лигачев в речи на съезде совершил небывалое, сделал замечание правде. Неудовольствовавшись этим, пресс-центр устроил пресс-конференцию, на которой выступил представитель ЦК КПСС Игорь Швец. Он заявил, что вопрос о «привилегиях» искусственно раздут и интересен только для мещан. Да, со времен Ленина есть лечебницы и санатории для определенного круга руководящих работников, но ведь есть они и для рабочих и служащих. О качестве этих учреждений Швец промолчал. Никаких спецмагазинов нет, и вообще все разговоры о них основаны на незнании. Верно, с этим незнанием пора покончить. Полное аудиоиздание, а также электронная и печатная версия книги по ссылкам в описании. Озвучено с помощью iBooks.ru